Астрономия Хорошо понял, что они не понимают совершенно ничего Про те вещи, ну и не только они, в принципе, обычные люди Все сейчас в очень популярной лекции про теорию большого взрыва, про космологию, какие-то сложные вещи, в общем А что происходит с солнцем, как оно восходит, заходит, где это происходит Как луна, почему свои фазы меняют, почему времена года, в конце концов, меняются Этого, к сожалению, наверняка большинство сидящих здесь передо мной людей не знает Это немножко грустно, и мы будем с этим бороться Будут какие-то слайды, конечно, у меня Но я не буду показывать вам красивые картинки, не буду показывать все самое готовое Потому что так, может быть, будет сложнее понять, зато будет сложнее запомнить Сложнее забыть, извините, все неправильно сказал Будет сложнее понять, но будет сложнее забыть Так что я надеюсь, что это останется у вас надолго Итак, начинаем мы с замечательной картинки Вы скажете, эта замечательная картинка, это просто окружность Что вы мне голову морочите Но это на самом деле эллипс И это уникальная картинка, потому что это эллипс, который я нарисовал собственноручно вчера И этот эллипс точности такой, какой является земная орбита Прежде чем говорить о том, что там происходит со звездами на небе, с Луной, с Солнцем Мы должны выяснить, как вообще устроена у нас Солнечная система Как выглядит земная орбита Все вы слышали, что, наверное, земная орбита немножко вытянутая Это не идеальный круг Вот посмотрите, насколько это не идеальный круг Чтобы лучше было видно На следующей картинке я для сравнения красным цветом нарисовал круг примерно таких же размеров Вы видите, что они очень похожи Может быть, даже вы скажете, два круга вы нарисовали разного цвета А на самом деле это одно и то же Нет, дело в том, что орбиты Земли очень похожи на окружность Но все-таки есть важные изменения Значит, забыли про окружность Остался эллипс Это эллипс Как известно, эллипс это круг, вписанный в квадрат 2 на 4 Ну, плохое определение Забудьте Это армейское определение Значит, есть важная вещь Солнце находится довольно далеко от центра этого эллипса Эллипс фигуры симметричный, у нее есть центр Сейчас на слайде появится солнце Вы замечаете, что оно не в центре? Я думаю, это уже заметно невооруженным глазом Ну, вооружать его тоже не надо ничем, конечно Сейчас мы увидим большую и малые ось этого эллипса Ну, вы видите, что они приблизительно равны И теперь вы видите, что солнце находится не в центре Итак, большая ось Ага, тут есть еще указка Она не работает? Так сильно Малая ось Я так нарисовал, она у меня получается вертикальная, большая ось горизонтальная Так вот, они отличаются на очень небольшую величину Кто может быстро умею посчитать, на какую? А, это большая полуось Б, это маленькая полуось Они отличаются на? 21 тысяча километров, отлично Или это всего лишь 0,01% То есть они отличаются очень незначительно Но что важнее, какое отличие важнее? Это отличие, насколько солнце отстоит от центра эллипса Это важно, потому что в левой части эллипса, которая пересекается с большой полуосью Которая обозначена буквой А В левой части эллипса, когда Земля находится Ну, я, к сожалению, не начал с того, что Земля у нас вращается вокруг Солнца Я надеюсь, можно было этот момент опустить Да, ну, вообще, если строго говорить, Земля и Солнце вращаются вокруг общего центра масс Просто поскольку Солнце очень массивно, этот центр масс находится недалеко от центра Солнца, внутри Солнца Так что ничего страшного в этом нет Значит, Земля вращается вокруг Солнца Солнце находится не по центру земной орбиты, а в одном из фокусов, так называемых, эллипса Кстати, если вы хотите нарисовать эллипс, вы можете взять две иголки Нитку между ними расположить, привязать к обеим остриям иголок Не натянуть эту нитку Натянуть эту нитку нужно карандашом И тогда можно начертить, ну, такую половинку эллипса Потом нитку перевернуть и еще половинку эллипса начертить Я думал, сразу кто-то начнет пробовать, наверное, у кого с собой иголок нет Ну, в общем, да, такая фигура эллипс, но, в общем, не будем останавливаться Хотя фигура действительно интересная Итак, что важно для земной орбиты, ну, в принципе, не очень То, что Солнце находится не под центру земной орбиты И разница эта не 21 тысячи километров будет, а эта разница составляет 2,5 миллиона километров То есть Солнце от центра земной орбиты удалено на 2,5 миллиона километров Вот, это, кстати, тоже уникальная картинка, абсолютно Я забыл сказать, что это тоже уникальная Потому что здесь, это, вот, очень мало вы найдете картинок в интернете Где соблюден масштаб размеров Солнца и размеров орбит Вот здесь он соблюден То есть размер земной орбиты, как вам сказали уже на прошлой лекции 150 миллионов километров примерно, это ее радиус А это, точнее, большая полуось Так вот, размер Солнца, диаметр примерно миллион четыреста километров То есть где-то в 110 раз меньше 110 раз Солнце, если от центра друг к другу поставить такие кружочки И до одной из границ эллипса То получится, что, значит, 110 Солнц находится между Солнцем и Землей Понятно, да, чем я говорю? Если в Солнцах измерять расстояние между Солнцем и Землей Получится 110 единиц Итак, эта картинка тоже уникальна Потому что здесь тоже размер Солнца миллион четыреста километров Сделан в масштабе с центром То есть С это расстояние от центра Солнца до центра орбиты И это расстояние два с половиной миллиона километров Получается, когда Земля находится в левой части орбиты Она к Солнцу на пять миллионов километров ближе Чем через полгода, когда Земля находится в самой далекой части своей орбиты Справа Пять миллионов километров Вот такая разница И, конечно же, большинство из вас думает, что в этом и заключается причина, по которой меняются времена года И, конечно же, большинство из вас совершенно напрасно так думают, потому что это неправильно Ближе всего к Солнцу, в самой левой точке эллипса, Земля бывает 22 января В это время у нас с вами зима, зато в южном полушарии в это время лето Я уверен, что многие знают правильный ответ, в чем заключается причина смены времен года Она заключается в том, что земная ось наклонена к плоскости земной орбиты И сейчас мы чуть подробнее это обсудим Теперь мы смотрим на орбиту Земли сбоку Мы смотрели на нее плашмя, теперь смотрим сбоку Вот эта линия — это земная орбита Мы просто находимся в плоскости земной орбиты Очень важно, чтобы вы это поняли Солнце здесь теперь, конечно, уже размер его показан не в масштабе То есть Земля может находиться в любой части этой орбиты Для удобства мы поместим тоже значительную увеличенную в размере Землю На одной из сторон этой орбиты, на одном краю Вот Земля Длинная линия, которая пересекает пределы Земли Это земная ось Вокруг нее Земля вращается А перпендикулярная ей линия наклонная — это земной экватор Ну, в общем, вот в этом наклоне земной оси заключается причина, по которой меняются времена года Все глобусы вы видели когда-нибудь? Все глобусы никогда на прямой палке не стоят Глобусы всегда на наклонной оси Именно для того, чтобы зафиксировать этот самый факт Земля именно таким образом движется вокруг Солнца Итак, на северном полюсе, который находится сверху, где земная ось пересекает Землю Сейчас, как вы думаете, что полярный день или полярная ночь? Полярный день, конечно же На южном полюсе полярная ночь В северном полушарии лето, в Москве солнце высоко, день длинный, поэтому в Москве лето, в южном полушарии зима Кстати, еще один любопытный факт, связанный с тем, что когда в северном полушарии зима, в южном лето Когда переводят часы, в северном полушарии на час вперед, в южном полушарии переводят на час назад В один и тот же день, в северном час вперед, а в южном на час назад Итак, поехали дальше. Земная ось сохраняет свое положение в пространстве при движении Земли по той причине, что и любой быстро вращающийся объект. Все вы ездили на велосипеде, все вы знаете, что если сесть на велосипед и не крутить педали, то равновесие трудно удержать. Если же вы едете, можно даже рукой отпустить, равновесие держать легко, потому что вращающиеся колеса, как любой быстро вращающийся предмет, стремятся сохранить свое положение в пространстве. Вы можете сказать, ну как же так, Земля вращается не очень быстро. Один оборот вокруг своей оси делает примерно за сутки. Это более точные цифры мы назовем чуть позже. Но тем не менее, если посчитать, какой скоростью должна была дать точка на экваторе, скажем, чтобы сделать примерно за сутки оборот вокруг Земли, то получится около полукилометра в секунду, 500 метров в секунду. Мы с вами прямо сейчас вокруг Земли движемся скоростью на косинус широты умножить. В общем, да, где-то 250, там 300 метров в секунду. Довольно тоже быстро. Потом еще Земля по своей орбите движется скоростью 30 километров в секунду. Солнце вокруг центра галактики 200 километров в секунду. В общем, быстро все это. Итак, это перпендикуляр, проведенный к земной орбите. Уголок, на который земная ось относительно перпендикулярно наклонена, называется ессилон, и составляет 23,5 градуса. Видели, когда-нибудь на Земле есть такие пунктирчиками круги? Есть широта, там экватор. У экватора, кстати, какая широта? Ноль. Ноль, отлично. А на полюсе, на северном, 90. Так вот, есть еще по широте 23,5 градуса северной широты тропик, 23,5 градуса южной широты другой тропик. И причина, по которой эти тропики проходят по широте 23,5 градуса, вот этот самый угол. Эпсилон — это угол, на который наклонена земная ось. 23,5 градуса. Легко заметить, кстати, что вот этот угол, ну, из геометрических соображений, берем два креста, один относительно другого поворачиваем, понятно, что угол между вертикальными и горизонтальными осями будет одинаковый. Это тот же самый угол эпсилон. И вот можно нанести эту самую линию тропиков. Это тропик Рака, это тропик Козерога. По широте 23,5 градуса северной широты, 23,5 градуса южной широты. Какое астрономическое событие, связанное с Солнцем, может происходить в тропиках, чего не может происходить в Москве, например? Из чертежа это очень хорошо видно. Судя по молчанию, не очень хорошо. Дело в... Прямо в тропиках. Правильно, Солнце может быть прямо в зените. В тропиках. В Москве никогда Солнца в зените не бывает. Максимальная высота Солнца на горизонтах в Москве... 57 градусов. 90 минус широта плюс склонение. Правильно, 57 градусов. Совершенно верно. А минимальная высота 10,5 градусов. То есть высота Солнца меняется. Вот по этой самой причине. Кстати, можете заметить, что разница между максимальной высотой Солнца и минимальной, это два вот этих угла эпсилон. То есть 2 умножить на 23,5, 47 градусов. И это не случайное совпадение. Итак, значит, тропики. Какие еще круги вы видели на глобусе поближе к полюсу? Полярные круги. Полярные круги. Отлично. По какой широте проходят они, как вы думаете? 90 минус 23,5. Совершенно верно. И это будет 66,5 градусов. Какое астрономическое явление, как вы думаете, может быть за полярным кругом, чего не может быть в Москве? Полярный день, полярная ночь. То есть день и ночь длиннее, чем 90 градусов. Совершенно верно. Ну вот, собственно, уже почти пора заканчивать. Я еще только начал. Зато мы разобрались с самым важным. Мы разобрались с тем, почему меняются времена года. На самом деле, если вы все забудете, что я сегодня говорил, и не только я, и запомните только то, что времена года меняются из-за того, что земная ось наклонена к плоскости земной орбиты, это уже будет очень хорошо. Я уверен, что многие из вас это знали, многие забыли, но теперь вы не должны забыть это никогда. Итак, очень хорошо. Земная ось сохраняет свое положение в пространстве. Ну, это почти правда. Поэтому у нас меняются времена года. Фантазируем. Если бы земная ось была перпендикулярна земной орбите, то есть угол эпсилон был бы равен нулю. Как, например, у планеты Венера. Времена года не менялись бы. Да, на Венере так и есть. Там все время, круглый год, лето. Плюс 500 градусов примерно, дожди, серные, кислоты. Так что хорошо, что у нас ось наклонена. Ну, так это, естественно, не с ней связано. Но, в общем, у нас лучше, чем на Венере. Дальше. Если бы земная ось была практически в плоскости земной орбиты, то есть угол эпсилон близок к 90 градусам. Как, например, на Уране. Планета как бы катится по орбите. И очень интересно получается. Когда, вот, скажем, северный полюс направлен на Солнце, да, представили, да, северная ось земная лежит. Северный полюс прямо светит на Солнце. На полюсе, на северном, Солнце в зените, то есть то, чего на Земле никогда не бывает. Какое-то время проходит. Солнце по спирали раскручивается от зенита, уходит все ближе и ближе к горизонту. Когда... Вот у нас Солнце вот здесь. Вот я только что у него показывал. Теперь прошло полгода у Урана. Четверть, вернее. Солнце теперь дошло до горизонта, описало кружочек и скрылось. То есть, получается, на всем полушарии наступила полярная ночь. То есть на всей планете нет места на планете, где не было бы полярного дня, полярной ночи. В общем, интересно об этом подумать на досуге. Очень часто этим занимаюсь. Поехали дальше. Конечно, даты мы записали. Слева зима. Зима в северном полушарии, в южном лето. Это 21-22 декабря бывает. Понятно, что это не фиксированное. По какой причине? По той, что у нас в феврале бывает иногда 28 дней, иногда 29. Когда, кстати, ближайший високосный год будет? 20-й. Да, но не будем больше об этом ничего говорить. Итак, теперь, что-то дальше еще какой-то слайд. Резюмируем. Орбита Земли очень похожа на круг, но Солнце находится в 2,5 миллионах километров этого центра. Ось Земли наклонена, поэтому меняется времена года. В тропиках в Солнце бывает зените. За полярным кругом, как северным, так и южным, Солнце бывает, что не заходит больше, чем 24 часа. Кстати, ну ладно, чуть позже об этом поговорим. Вот, важный вопрос. За какое время Земля делает оборот вокруг своей оси? Точнее, кто скажет? Да. 23 часа 56 минут 4 секунды. Почему не сутки? Почему не 24 часа? Почему у нас вот 24 часа? Мы почему по такому времени живем? Сейчас. А, кстати, да, многие почему-то думают, что это связано как-то с тем, что у нас високосные годы бывают. Нет, это никак с этим не связано. Итак, объяснение. Вот в этот момент мне надоело рисовать картинки, и я стал их брать из Википедии. И это, кстати, для вас очень хорошо, потому что тут гораздо теперь понятнее все будет. Итак, Солнце есть, Земля в положении 1, Земля в положении 2. Между Землей в положении 1, Землей в положении 2 вы видите, что Земля успела сделать ровно один поворот. Вот я опять на молодого человека показываю. Прошло 23 часа 56 минут 4 секунды. Однако, не забывайте, что Земля движется по орбите. И вот я показываю на молодого человека. Так, я в правильную сторону вращаюсь. Если со стороны Северного поля смотреть, то против своей стрелки. И по орбите так же. Итак, прошли сутки, я вот показываю уже на прекрасную девушку. Пройдут еще сутки, и я буду показывать другое место. То есть это сутки звездные. Почему звездные? Потому что за этот период, 23 часа 56 минут 4 секунды, Земля делает один оборот вокруг своей оси, относительно далеких звезд. Но вы видите, что близкие объекты переместились, и поэтому нужно еще 4 минуты. Все, очень плохо показал, но в общем не страшно. Нужно еще 4 минуты, чтобы докрутиться до нужного момента. До Солнца. Фух, тяжко быть с Землей. Поехали дальше. Так, вопрос полегче. Теперь мне не придется крутиться. Куда указывает земная ось своим северным концом? Вы все знаете этот объект. Полярная звезда. Чем хороша полярная звезда? Да. Тем, что она всегда показывает на север. Кстати, она не самая яркая. Почему-то очень многие думают, что полярная звезда самая яркая. Не этим она хороша. А полярная звезда, скажите... Какая звезда вообще самая яркая на небе? Солнце. А на ночном небе с Сириус. Совершенно верно. Да, полярная звезда не самая яркая. Она хороша тем, что всегда показывает на север. Почему она всегда показывает на север? Почему остальные звезды меняют свое положение на небе, а полярная звезда не меняют? Да именно по той причине, что земная ось протыкает небесную сферу, именно в том самом месте, где находится полярная звезда. Но она находится не идеально в том месте. Она удалена оттуда на три четверти градуса. То есть это чуть больше, чем диаметр Луны. Удалена чуть больше, чем на диаметр Луны. Ну, Луну все на небе видели, даже когда сюда шли, наверное, видели. Сейчас ее хорошо на небе видно. Какая фаза, кстати, у Луны? Кто-нибудь обратил внимание? Растущая, да, совершенно верно. Итак. Вот это очень хорошая картинка. Все вы представляете, как они получаются. Все вы их видели. Называются звездные треки. Полярная звезда, понятно, находится по центру. Такие фотографии получаются с помощью длительной выдержки. Когда вы нажимаете на кнопку на телефоне, у вас там выдержка одна сотая секунда, одна двадцатая секунда. В яркий день одна тысячная секунда. Если поставить на выдержку фотоаппарата, то есть время, которое затвор будет открыт, свет будет попадать на матрицу, скажем, где-то на час, как мы здесь видим, то звезды из-за того, что Земля вращается, будут перемещаться. В северном полушарии против часовой стрелки все это движение у нас происходит. И вот это у нас полярная ось. Полярная звезда по центру. А что будет, как вы думаете, если мы повернем камеру на 90 градусов и будем смотреть не на полярную звезду, а куда-то посередине? То есть у нас будет северный полюс мира слева, южный полюс мира справа, и мы будем смотреть на так называемый небесный экватор, то есть то, что находится между, то есть продолжение земного экватора. Тогда будет вот такая картинка. Опять-таки длительная выдержка. Слева вверху не поместился в кадр северный полюс мира. Там полярная звезда. Внизу под горизонтом южный полюс мира. Там у них нет полярной звезды, им не повезло. Им приходится искать с помощью этого южного креста полюс мира, но звезды яркие около полюса, так близко там нет. Итак, вот это на самом деле самая важная картинка. Я очень хочу, чтобы вы это запомнили. Вы, когда видите это, ну, лично я сразу представляю, что я нахожусь в Вишу, подвешенный где-то в центре большого глобуса, и этот глобус вокруг меня вращается. Вот у него есть полюс один вокруг, где ось его протыкает. Это северный полюс мира. Есть южный полюс мира. Вот так вот все это дело вращается. То, что находится на экваторе этого глобуса, то есть на широте 0 градусов, будет описывать прямую линию. Вы видите, что экватор прямой. То, что находится около полюсов, будет вращаться около полюсов. Теперь хочу предложить вам очень интересное упражнение. Я уже сказал, что в северном полушарии, когда вы смотрите на полярную звезду, все вращается против часовой стрелки. Значит, упражнение, которое я вам хочу предложить, заключается в следующем. Вы берете две руки. Северное полушарие, это у вас будет левая рука, южное полушарие, правая рука. Вы изображаете вращение против часовой стрелки, как я сказал, в одну и ту же сторону. Земля же в одну сторону вращается. Смотрите на северный полюс. И вы видите, что вращение действительно против часовой стрелки. Не меняйте направление вращения, смотрите на южный полюс. Это очень важно. И вы видите, что вокруг южного полюса объект вращается по часовой стрелке. Я не вижу, что вы пробовали. То есть это значит, что звезды движутся в принципе совершенно по-разному для людей, которые живут в северном полушарии и в южном полушарии. Между прочим, поэтому и с Солнцем тоже все по-разному происходит в северном полушарии. Вопрос, всегда ли полярная звезда будет полярной? Нет, потому что существует прецессия. Я вкратце про это расскажу. Вот есть земная ось. Я говорил, что она вот так вот не меняет свое положение в пространстве. И вы все время смотрите в одну и ту же сторону на полярную звезду. Но на самом деле, с периодом 26 тысяч лет, довольно большой период, Земля совершает вот такие движения земная ось. Ну все вы видели, когда юлу быстро раскрутишь, ее поставишь на пол, то же начинает вот так волчок вращаться любой через какое-то время. То же самое происходит с Землей, но за довольно большое время, 26 тысяч лет. И, кстати, из этого следует очень интересный факт. В основе календаря лежит вовсе не тот период, за который Земля приходит в ту же точку своей орбиты. А я уверен, что большинство из вас это бы и сказали. В основе календаря лежит период, который примерно 20 минут меньше. Именно из-за того, что Солнце приходит в ту же точку для Земли, из-за этой самой прецессии, примерно 20 минут раньше. Правда, восхитительно? Итак, значит, теперь, наконец, про Солнце. Где восходит Солнце, все вы скажете, на Востоке. И, конечно, будете отчасти правы. Точно на Востоке Солнце восходит пару раз в году в дни так называемой равноденствий. Оно восходит иногда в северний Восток, иногда южнее Востока. И вот, например, фотография, которую сделал грек Антони Айомомитис. И, значит, он три фотографии здесь совместил. Хорошо, кстати, что здесь по-английски написано, чтобы вы не догадались, что это такое. Солнце восходит в трех разных местах в течение года. Ну, то есть оно восходит везде между этими объектами. Значит, ну ладно, раскрою тайну. Летнее солнцестояние — это самое левое. Самая левая точка. Равноденствие весеннее и осеннее — это посередине. И зимнее солнцестояние, то есть там 21-22 декабря — это самая правая точка. Почему так происходит? Можно понять, посмотрев на эту картинку. Итак, N — это север, I — это восток, W — это запад, S — это юг. Вот там, где написано North Celestial Pole, это полярная звезда, примерно там находится. Это вот эта самая ось вращения Земли. И пути Солнца нарисованы красный, черный и синий в июне, в неравноденстве и в декабре. Вот сейчас то, о чем я говорил. Мы будем представлять. Сейчас не будет никаких дополнительных слайдов, нужно будет представить самому. Эта картинка справедлива для какого-то места, которое находится на широте, примерно 42 градуса. Ну, для Рима. Так сложилось. Давайте представим, а что увидит человек, который находится на Северном полюсе. Вы находитесь на Северном полюсе. Вот у нас земная ось прямо из-под земли выходит. Можно ее даже для наглядности материализовать. Вы берете палку железную, втыкаете в землю, и она у вас является точным продолжением земной оси. Куда показывает земная ось? Северным концом, на полярную звезду. Где будет полярная звезда для наблюдателя, который находится на Северном полюсе? Прямо над головой, извините. Как будут остальные звезды вокруг нее вращаться? Они будут описывать круги, которые будут параллельны горизонту. То есть ни одна звезда ночного неба не восходит и не заходит на Северном полюсе. Звезды просто вращаются на одной и той же высоте, оставаясь на горизонте. Единственная звезда, которая на Северном полюсе восходит и заходит, это Солнце. Из-за того, что Земля меняет свое положение относительно нее. Кстати, как выглядит восход Солнца для наблюдателя, который находится на Северном полюсе? За несколько месяцев начинается заря. Ничего не происходит больше. Чуть-чуть ярчает немножко в день. Потом вы видите, как вылазит верхний краешек Солнца из-под горизонта. И где-то полтора дня Солнце пересекает горизонт. Не там несколько минут, как у нас, а где-то полтора дня. Так что это довольно любопытно. То же самое на Южном полюсе, но поскольку человек стоит вверх ногами, Солнце будет двигаться у него в другую сторону. Это очень важно. Значит, вообще-то высота, на которой находится полярная звезда, она в точности равняется широте места. Ну, если мы пренебрегаем тем, что полярная звезда находится не в самом полюсе, а немножко подальше. Так что вы находитесь теперь на экваторе. Вот та самая палка, которая направлена на полярную звезду, осталась на полюсе. Вы находитесь теперь перпендикулярно к ней. Где у вас будет полярная звезда? На горизонте. Земная ось проходит через вас. И значит, что все звезды на экваторе восходят и заходят. Во-первых, да, это первая законченная мысль. Все звезды на экваторе восходят и заходят. В отличие от того, что на полюсе ни одна звезда, кроме Солнца, не восходит, не заходит. На экваторе все звезды восходят и заходят. И делают это перпендикулярно горизонту. Потому что земная ось расположена в плоскости горизонта. Все звезды восходят и заходят перпендикулярно горизонту, в том числе и Солнцу. Итак, где восходит Солнце? Три линии разные, но они почти соответствуют. Лето – красная линия, равноденствие – зеленая линия, зима – синяя линия. В северном полушарии и средних широтах это выглядит так. Солнце кульминирует всегда на юге. То есть представьте, давайте все представим, там восток. Там восток. А где тогда юг будет находиться, если там восток? Это очень сложное упражнение. Особенно в полу-восьмого. Вот там будет находиться юг. Там восток, там юг. Солнце для наблюдателя, находящегося на северном полушарии, пойдет налево. Вот если в средних широтах в Москве вы видите восход солнца, солнце не… там право, да, извините. Направо. Солнце для наблюдателя, которое находится в северном полушарии, оно восходит, оно никак не может идти налево, как я вам сказал. Я проверял просто. Направо. Оно, разумеется, пойдет направо, оно кульминирует на юге. То есть, когда вы видите Солнце на максимально стенах горизонта, это, правда, не очень понятно, вы можете сразу понять, что он находится на юге, и затем он заходит где-то на стороне запада. Понятно, что оно восходит летом на северо-востоке, зимой на юго-востоке. Дальше. Южное полушарие, средние широты. Какой-нибудь Сидней. Надеюсь, он не в тропиках. В общем, южное полушарие, средние широты. Здесь как будет дело происходить? Вы помните, у нас вот восток был слева, вот восток, вот у нас восток. В южном полушарии Солнце пойдет не направо, как у нас, оно выйдет налево, кульминирует над севером и зайдет на западе. То есть, это значит, что точку востока мы должны поставить на северо-справо, Солнце тоже восходит на востоке, но поскольку оно кульминирует над севером, то оно отправляется налево. Знаете, наверное, есть такая передача «Умницы и умники». Так вот, там недавно этот самый ее ведущий наградил орденом человека, который ответил, что в Австралии Солнце восходит на западе. Это было очень печально. Это неправда. Разумеется, Солнце восходит на востоке, и в северном полушарии, и в южном, где угодно. Ну, кроме, да, там, хитрее может быть за полярными кругами. Итак, ну, конечно, Луна. Ну, буквально пять минут осталось. Почему меняется фаза Луны? Я уверен, что многие из вас, к сожалению, думают, что они меняются из-за того, что на Луну падает земная тень. Такое случается. Земная тень иногда падает на Луну пару раз в году. Это называется лунное затмение. Но тогда как вы объясните вот эту фотографию? Земная тень квадратная? Нет. Вот эта фотография сразу говорит о том, что фазы Луны меняются по другой причине. А именно потому, что так на нее светит Солнце. Освещена всегда половинка Луны. Ну, вот освещенный мячик. Вот если источник Солнца, вот это проектор. Вот мы видим освещенный мячик, когда отсюда он в полнолунии. Так мы видим половинку этого шарика. Так мы видим другую половинку этого шарика. И когда этот шарик подходит к проектору, он либо его заслоняет, либо проходит выше и ниже, и в эти моменты мы его не видим. Это у нас новолудие. То есть все очень просто. Но я надеюсь, конечно, большинство из вас это и так знает. Кстати, вы замечаете, что кратеры очень хорошо видно именно около линии раздела света и тени. Именно по той причине, что там утро. Ну или вечер. В общем, там лучи падают близко под горизонт. И вы можете видеть высокие горные пики на фоне неосвещенной темной Луны. Так что если наблюдаете Луну, обязательно это делайте на линии раздела света и тени. Полную Луну гораздо скучнее наблюдать. Кстати, эта линия называется терминатор. Линия раздела света и тени. Красный растущий месяц. Все вы помните это правило, да? Если на букву R похожа Луна, R растет. Ну палочку подрисовать надо. Детское правило. Если на букву S, значит S стареет. Ну или убывает. Но тут надо всегда вспоминать о том, что есть еще и люди в южном полушарии, которые ходят вверх ногами. На ту же самую букву R они смотрят вверх ногами. И значит она похожа у них на букву S. Все наоборот. Но в южном полушарии русского языка никто не знает, поэтому у них таких проблем не возникает. Кстати, тут же можно поговорить о том, что Луна бывает иногда красной, потому что она низко над горизонтом. Часто тоже спрашивают, а Луна иногда выглядит такой большой, иногда такой маленькой. На самом деле орбита Луны вытянутая. Меняется, например, на 12-13% ее реальный физический размер. Заметьте, это глазом довольно сложно, хотя в принципе можно. Большее влияние оказывает то, что вы видите на фоне Луны. Если Луна близко к горизонту, значит объект, который вы видите рядом с ней, тоже далеко. Например, деревья, которые вы видите на горизонте, они явно очень далеко. И они кажутся маленькими, потому что они далеко. А Луна свой размер не меняет практически от того, что на горизонте она или в зените. А если вы видите Луну сквозь ветви дерева, вы сразу ощущаете, что Луна маленькая, дерево большое, и Луна кажется меньше. Так что Луна на горизонте кажется обычно немножко больше. Да, минутки этимологии я обещал про круассаны. Вот, да, на этой, мне кажется, мажорной ноте надо заканчивать. Есть такой французский глагол «круатор». Его депричастие звучит как «круассан». Французы, да, имеют ужасную фанатику, последняя буква обычно читается. «Т» не произносится. Так вот, «круассан» означает растущий. Это депричастие. И такое же есть депричастие убывающий. Это «де круассан». То есть, этимология, почему вот эти булочки стали называть круассанами, ну, там есть некоторые гипотезы, которые нам, в принципе, сейчас не помогут. В общем, дело в следующем. Круассан — это растущий серп Луны. Однако французы, далекие от астрономии, любую Луну называют круассан. И растущую, и стареющую. Так что круассан, значит, растущий. И, ну, в общем, ладно, с этими булками. Лучше поговорим про астрономию. Флаг Турции. Очень плохой с астрономической точки зрения. Раньше он был еще хуже. Вот эта звезда, потому что она находилась на фоне темной Луны. Мы же уже понимаем, почему у нас меняется фаза Луны. Не потому что Луна исчезает, а потому что освещенная часть отвернута от нас. Так вот, если что-то вы видите внутри серпа Луны, это значит, находится что-то ближе, чем Луна. Ну, не знаю, там уже фонарем кто-то из Луны светит, еще что-нибудь такое происходит. Очень часто, когда в Photoshop картинки делают, это прям любимое дело у начинающих дизайнеров. Значит, звезду перенесли, но, тем не менее, форма серпа совсем не соответствует той Луне, которая бывает при смене фаз. Но зато вы видите, что здесь Луна расположена, как мы привыкли, в средних широтах, похожа на букву S, или букву R это бывает. А вот как расположена Луна на флаге Мавритании, стране, которая ближе к экватору. Ну, у них со звездой, вы видите, проблемы, с формой серпа тоже проблемы. Зато четко видно, что у них Луна располагается с рогами вверх. Кстати, вот вам домашнее задание, и на этом закончим. Почему Луна располагается одинаково часто рогами вверх и рогами вниз для наблюдателя на экваторе, но видно только Луну рогами вверх? Вот на этой радостной ноте и с мыслями об этом я вас оставляю. И на этом я заканчиваю. Спасибо большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ